Игра для тех, кто отличается умом и сообразительностью. Около 50 команд, школьников, студентов и работающей молодежи приняли участие в отборочном этапе общегородской игры «Что, где, когда». 8 лучших из них боролись за победу в финале. О вопросах, ответах, а также о самих участниках расскажет Александр Шер. Жов создал сказ, который назывался «Малахитовая шкатулка». Именно «Малахитовая шкатулка» фигурировала в качестве портсигара в романе одного из немецких писателей. Настолько в 70-е годы был популярен посвященный ей сказ Бажова. На этот вопрос с оттенком народного творчества, как и на все остальные, дается ровно минута. Но в отличие от оригинальной игры «Что, где, когда» отвечают не одна команда, а около 50. Вопросы из истории, географии, культуры и литературы. Всего больше 30 заданий. Запомнилось, вопросы некоторые были настолько сложные, что невозможно было даже догадаться правильности ответа. Необходимы определенные знания, но и логику надо включать здесь. Но интересно. Всего в зале городского дома культуры 29 ноября собрались более 300 человек. Это команды школ, вузов, техникумов и городских предприятий. Здесь и опытные знатоки, и новички, которые впервые сели за игровой стол интеллект-клуба. Привлечь как можно больше волокжан к интеллектуальным баталиям – это главная цель организаторов из молодежного центра «Горком-35». Поэтому и вопросы подбирались соответствующие. Разумеется, нужно найти какой-то баланс, задать определенное количество простых вопросов, чтобы никто не ушел обиженном, и задать какое-то количество сложных вопросов, чтобы самым сильным командам было на чем свою силу проверить. Интеллектуальный клуб был создан в молодежном центре «Горком-35» около года назад. Тренировки здесь проходят два раза в неделю. Кроме того, встречи знатоков идут и в микрорайонах города. Возникла идея логично завершить эти тренировки городским интеллектуальным фестивалем. На самом деле, нам было даже сложно найти помещение и вместить всех желающих. Ребята объединялись в команду. На самом деле, по интересам было интересно проверить себя. То есть, не только свои интеллектуальные способности, но и умение работать в команде. После первого тура восемь самых опытных и сильных команд вышли в финал. Он проходил по правилам брейн-ринга. Надо как можно быстрее найти ответ на вопрос и подать световой сигнал. Время. Так, команда. Изменяли голос. Да, голос – это правильный ответ. Сейчас становится 1-0 в вашу пользу. Борьба в финале развернулась нешуточной. В итоге в тройку лучших вышли сборная «Вологда Энерго», «Рабамол» и команда «Хэппиист». Это очень интересно. Ведь интеллектуальные игры способствуют общему развитию человека. Человек не должен знать только какое-то одно свое дело и узко специализироваться на нем. Человек должен быть широко образован. В будущем организатор интеллект-клуба планирует проводить такие игры не только на городском, но и областном уровнях. Александр Шер, Михаил Прищев, Вологда, Портал.